Так, ну остаётся последний наш соперник, против которого я уже не уверен, что получится сыграть мои колоды. Син Драгоса, моё сильнейшее творение. Не трогать, она моя. Фу, она моя. Короче, смотрите, ледяное дыхание. Когда у вас остаётся 20 дней здоровья, превращает всех существ противника в глыбы льда. Ледяная драконница Королевича заморозит любого. Итак, изначально у неё, то есть у вас на столе стоят 4 ледяные глыбы. Это неуязвимо, никак невозможно уничтожить существа. Ну, это не существа, просто 4 занятых слота у вас на столе. В итоге вы можете стоять только 3 существ на 100. Когда у вас до неё 20 хп остаётся, то там начинается тикать с города, короче. Потому что превращает один слот в глыбу. Соответственно, надо стараться убирать. Ну, у меня есть идея, как это сделать. А именно, просто сидеть, выжидать. Когда у меня будет Сульфураса, когда я смогу в неё кидаться своей штукой. И всё. Ну, здравствуй, Синдрагоса. Ну, здравствуй. Эти игры меня утомляют. Как знаешь. То же самое на 10 хп будет происходить, то есть дважды. Ой. Хотя бы дыханого, короче, съешь его. Выбирай шерсть Мудра. Ледяная хватка смерти ждёт всех. Так, она пропустила ход. Ты сейчас думаешь, как тебе избавиться от ледяных клыб? Никак. Затронено. Никак. Из этого надо делать мем, мне кажется. Мем Короля Леча. Никак. Ты думаешь, как тебе набрать 100 тысяч подписчиков? Никак. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, что у меня только одно заклинание в руке. Ой. Эй. Успокойся. Эй, сколько у тебя этого там дерьма в руке? Боюсь представить себе, что бы было, если бы у меня в руке было бы... Два заклинания. Так. Здесь явно не на добор буду тогда играть. Сейчас туда беру. А ты личный мув. Ладно. На. Здесь надо думать, конечно, как... Сколько у меня? Два таунта пока. Окей, третий. Ты сделай мне больно. Кстати, насколько я знаю, она знает, есть ли у вас заклинание в руке или нет. Так что надо обыгрывать это дело. Так-то. Ты сделай мне больно. Не буду доводить ее до 20. За хранительницу жизни. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, время заняться добором. Как бы мне по-умному все это дело разыграть? По-умному. Сделай мне больно. По-умному. Беги со всех ног. Сделай мне больно. По-умному. Милые динозавцы. Сделай мне больно. Кстати, оружие пришло. Ой, да ладно. Короче, убьюсь об дракониху, дам ей в лицо и разыграю какое-нибудь существо. Логично. Что? Всем, Драгоси, некого заморозить. Возмутительно. Ну, а ты как хотел, Король Лич. Статель! Я несу жизни больно. Уоооооу! У меня казнь есть! Еще и мощный удар! Вообще кайф,оганания надо себе потратить. Ладно, уже, как видите, текст поменялся на 10 хп. Буду я пока потихоньку ковырять. Потихонечку. Интересно, а глыбы, наверное, да, не участвуют в потасовке, как бы это нелогично бы не было. Так, мне осталось одного таунта разыграть. И, в принципе, всё. Сейчас у меня будет сульфурос. Сейчас могу тычки в неё хорошие кидать. А это, возможно, будет леталом. Нет, не будет пока. Ну, как знаешь. Так, 12. 13. Если попадёт ей в лицо, то я выиграл. Если нет, то мы живём. Идеальная колода для прохождения верхнего яруса. Ну, всё, это было как-то просто, что ли. Я ожидал, что сложнее будет намного. Намного сложнее. Тебе не одолеть меня. По крайней мере, пока заблокировано это крыло. Хе-хе-хе-хе. Посмотрим на следующей неделе. Его обещали прямо, вот знаете, под каждый класс. Надо... Он будет подстраиваться. Такие штуки творить, что аж сердце ёкать там будет. Поэтому будем ждать следующей зуботравительной недели. Надеюсь, что я хотя бы за один класс усилю пройти себя. Ну, а пока давайте посмотрим, что выпало с этого сорокопыльного пака. Не сорок пыли. Но то, что есть у меня. Ничего нового, в принципе. Ну, что я могу сказать? Забавное крыло, конечно. Я ожидал, что будет сложнее. Но, как всегда, мои ожидания насчёт сложности не оправдались. И день, когда я не буду ждать сложности, как-то... Ну, это легко будет. Тогда будет сложно, капец. Видимо, только тогда оно настанет. Ну, в общем, как-то так. Как видите, я спокойно одолел его стандартной шаблонной колодой квест-воина. В принципе, любой таунт-воин даже сюда очень хорошо спишется, я думаю. Учитывая то, какие сейчас хорошие таунты у воина есть. Да и вообще таунты, и карты. Их очень много. Ну, так вот сидеть, потихоньку ковырять противника. Это довольно несложно. В общем-то. На этом всё. С вами был Павел Первый. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лукас. Подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе и ждите новых серий. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова